В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Винновской средней школе номер 11 накануне 1 сентября прошла ежегодная педагогическая конференция. Мы очень соскучились по занятиям, занятиям вживую, а не онлайн. Жители муниципалитета готовятся ко дню знаний. Сначала съездили на юг, отдохнули, естественно, перед новым учебным годом. Прививочная кампания в этом году стартует 7 сентября. Всем мы рекомендуем делать прививки, особенно для тех старше 65 лет. Массовая прививочная кампания против гриппа стартует в Подмосковье 7 сентября. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаскин на собственном примере показал важность этой процедуры. Вместе со своими заместителями он еще до официального старта вакцинации сделал прививку от гриппа в амбулатории микрорайона Купеленка. Вакцинация – это одна из государственных задач, и практика показала, что зимние, весенние, летние приключения, которые нам выпали, необходимы в прививке. И каких-то соблюдений элементарных мер гигиены, которые у нас в детстве учили, сейчас, мне кажется, немножко подзабыты. Данная вакцина трехвалентная. Она спасает сразу от трех типов вирусов гриппа. Сама процедура занимает не более 10 минут. Сначала врач измерит температуру и давление. Главное условие проведения вакцинации – хорошее самочувствие пациента. Всем мы рекомендуем делать прививки, особенно для тех старших 65 лет тоже рекомендуем делать. Кроме того, мы рекомендуем не только сочетать прививку вакцины против гриппа и вакцину против немококовой инфекции, которая сейчас тоже очень актуальна, защищает от пневмонии, различных патитов, гнойных синуситов. Все желающие пройти вакцинацию смогут это сделать в учреждениях здравоохранения муниципалитета. Врачи подчеркивают, что в этом году привиться от гриппа особенно важно из-за угрозы распространения COVID-19. По итогам кампании планируется привить около 70% населения. Витновская средняя школа номер 11 уже стала традиционным местом августовской конференции представителей образовательных учреждений Ленинского городского округа. С какой целью педагоги и директора учебных заведений собрались вместе накануне Дня знаний, узнала наша съемочная группа. Подробности выяснял Максим Козлов. Августовская педагогическая конференция проводится на протяжении многих лет. Здесь подводят итоги года прошедшего и строят планы на будущее. Но нынешняя встреча педагогов особая. В образовательный процесс внесла свои коррективы пандемии коронавирусной инфекции. Мы очень соскучились по занятиям, занятиям вживую, они онлайн, хотя в этом году мы их проводили. У нас все объединения работали так же, как и школы на удаленке. Но в этом году мы надеемся, что у нас пандемия все-таки обойдет стороной, и мы будем продолжать работу в прежнем, настоящем, реальном режиме. Одна из основных тем нынешней конференции – цифровизация образования, использование в обучении современных технологий. А потому неудивительно, что участников мероприятия в фойе школы встречали роботы. В муниципальных школах проводятся дополнительные занятия по программированию робототехники. И здесь как раз представлены самые успешные работы детей, которые проявили себя на муниципальных площадках, на областных соревнованиях. Выступивший перед собравшимися глава Ленинского городского округа Алексей Спаский поблагодарил педагогов за труд в непростых условиях пандемии и отметил, что администрация округа будет прилагать все усилия для всесторонней поддержки учителей. Я хочу поздравить вас с уже наступающим учебным годом. Я хочу пожелать вам талантливых и усердных учеников. Я хочу вам пожелать здоровья, ну и получать хороший кайф от своей работы. Поздравляю! Традиционно на конференции проходит награждение педагогов грамотами, почетными знаками, благодарностями различных ведомств. Свои награды в этот день получили более 30 педагогов. Впрочем, для всех них главная награда – возможность работать. 1 сентября – это каждый раз первый класс, каждый раз с новыми эмоциями, с новыми силами. Будем надеяться, что все будет хорошо, с условиями, мы со всеми условностями, вернее, мы справимся и ожидаем хороших отметок. Десяти педагогам глава муниципалитета вручил сертификаты на получение квартир. Одной из обладательниц нового жилья стала Марина Соблева. Она с 1998 года работает в Видновском лицее. Более 20 лет живет в общежитии, где они с мужем воспитали двоих детей. Я испытала огромное волнение, смешанное с радостью. И еще я испытала чувство огромной благодарности нашему руководству, в частности, управлению образованием, которое всегда относится к нам с пониманием. Выступившая перед собравшимися начальник отдела образования администрации Ленинского городского округа Светлана Ломакова отметила, что в округе созданы все условия для того, чтобы и педагоги, и ученики имели самые широкие образовательные возможности. Образовательные организации Ленинского городского округа участвуют в трех национальных проектах цифровая экономика, демография, образование. В рамках федерального проекта информационной инфраструктуры, национального проекта цифровая экономика, все образовательные организации подключены к высокоскоростному интернету, что позволяет в полном объеме приступить к цифровой трансформации школ, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам. В нынешнем году почти 12,5 тысяч детей пойдут в детские сады, 26 тысяч – в общеобразовательные школы. Из них 3,5 тысячи – первоклассников. И несмотря на сложности, наши педагоги готовы и дальше отдавать свою любовь и знания детям. Максим Козлов, Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В продолжении темы. Наш корреспондент Юлия Погасьян вышла на улицы города Видное и узнала у местных жителей, как они готовятся к предстоящему учебному году. Дети и их родители поделились секретами удачного начала школьного сезона. Последний день, когда дети школьного возраста могут беззаботно играть на детской площадке, ведь уже завтра начнется новый учебный год. Как к нему готовятся ребята и их родители, узнаем у видновчан. Сначала съездили на юг, отдохнули, естественно, перед новым учебным годом. Ну а потом начались закупки. Как? 1 сентября такой праздник, первый день в школу. Решили купить все новое. Тетрадки, закупаем учебники. Но особо прям такого ничего не делаем. В принципе, уже не в первый год, поэтому все как обычно. В этом году мы читали книжки и писали. В летние каникулы? В летние каникулы, да. Иди сюда, Егор. Вот внучок, ему 6 лет, он идет в первый класс. Читать, писать он умеет. Отрадно, что дети начала нового учебного года ждут с нетерпением. Они соскучились по педагогам и одноклассникам. Три месяца летних каникул, как-то уже надоело сидеть дома, заниматься, играть в телефон. Как-то уже это все надоело, уже хочется в школу пойти. Хочется найти новых одноклассников, увидеть старых одноклассников и, конечно, встретиться с учительницей. Отучившись последние месяцы предыдущего школьного сезона дистанционно, дети и их родители единогласно сошлись во мнении, что больше этого не хотят. Все нами опрошенные видновчане за оффлайн образование. Я считаю, что должен быть контакт именно преподавателя напрямую с учениками, но никак не через вот этот зомбо-ящик. Я считаю, что в школе, потому что знаний больше получают. По дотационному обучению ничего не понятно, как объясняют. А в школе все понятно объясняют, все говорят, как все правильно делать, и поэтому в школе лучше. В новый учебный год наши земляки идут с хорошим настроением. Пожелать им успешного учебного года, чтобы отметки были хорошие, но и не болели. Здоровье самое главное. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Филина Кошелева. Видно этого. 1 сентября невозможно представить без цветов. В центре города Видное в преддверии Дня знаний состоялся мастер-класс для школьников по изготовлению букета для своего учителя. На уроки флористики побывала и наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Уже не за горами День знаний, а неизменный атрибут этого праздника – букет цветов, предназначенный для любимого учителя. 30 августа на советском проезде состоялся мастер-класс для школьников по изготовлению цветочных композиций, организованный руководителем школы флористики Владимиром Петровым. Калла одна, видишь, пошла. А эту каллу немножко здесь. Чтобы у тебя было… Ну, чтобы оно было вот так. Вот направление букета этого будет. Вот оно. Туда уходит все. Движение. Это впервые в нашей истории за 24 года, когда дети пойдут со своими изделиями в школу. Сами сделали и сами пойдут в школу снимешь. Такая была идея. Спасибо всем тем, кто поддержал нас. На мастер-классе профессиональные флористы показали ребятам множество удивительных идей для составления композиций из цветов. Все, что растет, вы знаете, я всем рекомендую, всем флористам, всем профессионалам, выращивайте цветы. Выращивать не покупайте. Купить может, ну, все будете одинаково. У нас почти все цветы, которые вы видите, они выращены у нас. Главное в букете к первому сентября подобрать цветы, которые не завянут как можно дольше. Отлично подходят астры, георгины и хризантемы. У нас здесь используется гортензия, но гортензия не голландская, а садовая наша, которая растет в Подмосковье. У нас здесь используется лизиантос. Используем гипсофилу, которая окрашена. В основном она белого цвета. Обязательным основанием для всех букетов был оазис. Он позволяет надежно закрепить растения под любым углом и продлить их свежесть. Не прижимаем, чтобы вода сохранялась в оазисе. Софья Якиян занимается в школе флористики. Соня признается, что с раннего детства мечтала научиться правильно составлять необычные букеты из цветов. Это каркас из цветной бумаги, цветы, гортензия, снежная ягода. Алиса в этом году идет во второй класс. На День знаний своей учительницы она приготовила композицию, в которую включила свои любимые гортензии. Сочетание цветов очень хорошее. И вот я хожу на рисование, так что мне легче подбирать цвета. Преподаватели флориста отметили, что ребята очень творчески подошли к делу. Замечательно справляются. У детей есть возможность фантазировать. Я не думаю, что они задумаются именно о колористике. Они смотрят на фактуру цветка. Им что нравится, они берут и устанавливают непосредственно на свои композиции. Сопровождали уроки по цветочному дизайну, танцы под музыку проекта «Горилла Зипа». Номера были подготовлены руководителем Центра хореографии Натальей Бобровой. Например, как балетмейстер, могу сказать, что все хореографы балетмейстера все равно от природы что-то берут. Мы наблюдаем за природой, как двигаются растения, как ветер. Но только мы переводим это в движение. В заключении мероприятия состоялось небольшое дефиле. Юные участницы мастер-класса под аплодисменты зрителей прошли со своими работами по импровизированному подиуму. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. 29 августа в нашей стране прошла ставшая уже традиционная ежегодная акция «Ночь кино». Сотни и тысячи любителей фильмов отправились в кинотеатры целыми семьями. Распахнул свои двери для них и кинотеатр «Искра». «Ночь кино» проходит в России уже пятый год подряд. Организаторами акции выступает Министерство культуры России и Фонд кино. Все эти годы кинотеатр «Искра» принимал активное участие в акции. Мы показываем фильмы, чтобы интересно было и для детей, и для взрослых. Начинаем, естественно, самый первый показ у нас в 20 часов каждый год. И начинаем снимать фильмы. Вход кинотеатра и «Ночь кино» совершенно бесплатный. Это прекрасная возможность посмотреть как уже любимые фильмы, так и познакомиться с киноновинками. Приятно посидеть, посмотреть фильмы, отдохнуть, провести свой досуг. Это вообще прекрасно придумали. Для молодежи самое хорошее – прийти не по улицам гулять везде, а прийти в кинотеатр, посмотреть кино с удовольствием. Репертуар для акции «Ночь кино» подбирает Министерство культуры России. В этом году в кинотеатре «Искра» зрители смогли увидеть мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4», фильм «Холоп», а также новинку этого года – художественный фильм «Лед-2». Восемь месяцев шла усиленная подготовка видновской команды «Хайкик» к матчевой встрече с коллективом клуба «Ахмат» из Чеченской Республики. И вот спортсмены встретились на ринге во Дворце спорта «Видное». О том, как прошли поединки, в сюжете Александры Столяровой. Переговоры о проведении матчевой встречи по смешанным боевым искусствам между командой «Хайкик» и клубом «Ахмат» шли несколько месяцев. 30 августа спортсмены смогли провести поединки на ринге Дворца спорта. В соответствии с санитарными нормами на матче разрешили присутствовать только родственникам спортсменов. Даже самые маленькие из которых любят этот вид спорта. Он очень хороший, очень хочу постоять за себя. Бойцовский клуб «Ахмат» – серьезный соперник. Его спортсмены основательно готовились к этому турниру и были готовы показать весь свой потенциал. Каждый боец бойцовского клуба «Ахмат» находится на личном контроле главы Чеченской республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Поэтому ребята все приехали сюда, которые неоднократно прошли горнила различных турниров, которые не разу отстаивали честь и республики, и клуба, и Российской Федерации. Тем не менее, напряжение в зале не чувствовалось, ведь встреча дружеская. Это отметили и представители администрации, и советы депутатов муниципалитета, выступившие с приветственной речью. Это начало большой дружбы двух клубов, это начало нового уровня и начало тех спортивных мероприятий, которые будут. Гостей в «Видном» встретили празднично. Под традиционную чеченскую музыку танцевали юноши и девушки в национальных нарядах. Почетным гостям матчевой встречи вручили награды, прозвучала речь духовных наставников-спортсменов. К началу соревнований в зале царило всеобщее воодушевление. В соревнованиях, конечно, нужно желать, чтобы побеждал сильнейший. Ставьте рекорды, ставьте цели, добивайтесь этого. Ну и, наверное, соревнования считаем открытыми. Вперед, победа! В рамках встречи прошло 10 поединков. Спортсмены выступали в трех возрастных категориях – 12-13 лет, 14-15 и 16-17. Для наименьшей травмоопасности для каждой весовой группы были введены особые ограничения. Так, к примеру, бойцам в суперлегком весе запрещено использовать удары ногой в голову или ударную работу в партере. Исходя из их возраста, уже подбираются тот формат правил, который менее травмоопасный. Главная наша задача – это здоровье спортсменов. И чтобы в этих условиях они определяли победителя. Потому что наша задача, в первую очередь, ММА, Союз ММА России, как вида спорта ММА – это войти в олимпийскую семью. В первом бою победу одержал юный боец из Грозного. Схватка закончилась буквально за пару минут. Мамет уверенно вырывался из захватов и удерживал соперника. Я даже не могу описать, какие у меня сейчас ощущения. Я очень рад. Напряженным стал третий бой. Несмотря на высокую подготовку спортсмена Ахмата, Арсен Арекелян из Хайкик давал ему достойный отпор. Победу одержать не удалось, но спортсмен смог получить новый опыт. Очень достойный. Видно, что готовился. Ну, видно, что бой был по делу. Кто больше готовился, тот не в игре. Но подобные соревнования – это не только большой опыт, но и крайне важные победы. Он принес очень тяжелую дешевую грамму. Три дня назад скоро скончалась его мама. В 35 лет ей было. И этот пояс он посвящает ей. Бои закончились победой клуба «Ахмат». Его бойцы забрали все пояса. Однако тренер видновской команды Артур Варданян не расстроился. Он уверен, что это только подстегнет спортсменов к покорению новых высот и оттачиванию навыков. Дети должны расти именно с родителями с сильным командой. Это и дает стимул, это и дает в дальнейшем хорошее будущее в спорте. По заверению организаторов, в настоящий момент переговоры о подобных матчевых встречах ведутся с клубами в США и Китае. Александра Столярова, Сергей Ларин. Видно. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.